Всем привет! Так. Сегодня в нашем видео умер слон. Ну, почти умер. Почти слон. Я сегодня буду хвалить Фальцвоен. Впервые. Сегодня у нас Фальцвоен Спортсвэн. Фальцвоен Спортсвэн. Ну, он здоровый. Он другой. Вообще другой салон. Никакого этого мугафа. Смотри. А я не сразу понял. Я что-то тормознул, наверное. Ну, он не совсем, конечно, хорош. Я все равно не могу держаться. Ложки, дегтя. Но машина мне понравилась. Здесь все то же самое. Смотрю этот блок управления. Приборка такая же, да? Сиденье. Кстати, вот его сиденье для наклона, видишь? Или для выдвижения просто. Слушай, ну, давай я сейчас устроюсь. Смотри. Здесь, в принципе, все то же самое. Это типичная фальцвагеновская. Здесь, здесь, смотри. Ну, видишь, не наручки, где они более-менее нормальные. Здесь, смотри, как нормальные установки. Ну, вытерялся. Меденький. Приборка. Меденькая. Ну, там, твердая. Ну, вот это не. У кого-то я сижу. Как непривычно. Ну, я бы не сказал, что он высокий. Слушай, странное ощущение. Он мне кажется высоким там. Здесь такая огромная панель. Повстая. Я не вижу, как он слышит. Если я его вот так поднимусь, я его не вижу. Вот эта кнопка. Регулируется. Вот эта штука мне нравится. Кнопка, да? А то здесь я не могу освободить. Руль хороший. Смотри. Управление. Ну, и, конечно, вот фасадка. Вот это моя фасадка. Руль отодвинут. Он просто такой ощущение, что я для него максимальный человек вообще. Хотя странно. В Чехии, например, люди два метра роста – это нормально. Ага. Парики не светятся. Валя. Тоже два повторителя. Угу. Ну, ну, качество самого не определяешься. Честно говоря, он, конечно, фургузый. Весь какой-то угловатый. Ну, вот это вот, типа понты, наверное, да? Самое задемняемое зеркало. А, наконец, очищник. Как должно быть по логике, то явно массивное место, которое просится очищать, что… Это штурманский свет. Два этих. Так, а вся эта светится? Сзади. У меня сзади могу освободить. А все что? Это все вместе? Сколько еще надо? Ну, чего-то тут нет. Ну, здесь все светодиодное, среди всего. Кармашек. Климат. Климат, кстати, новый пошел, похоже. Достаточно конечный такой. Где-нибудь подсветчик, наверное, там, пустякнул. Ну, бардачок здесь несколько примечен. Ну, тут, правда, CD-чейнджер. CD-чейнджер SD-карта. CD-чейнджер – прошлый век, вообще. Зачем сюда приходить? Я, конечно, понимаю, у кого-то коллекция сохраняется. Но тогда, почему они не кассетные моменты? Они будут фильмы смотреть на экране? Все то же самое. Слушай, все то же самое, как в гольфе. Чего они будут фильмы смотреть? Ты думаешь, там 9-й проект? Я не думаю. Тут реально маленький экранчик. Смотри. Масюсенький совсем. Как в этом по… Ну, вот это мне нравится. Кстати, такой же набор большой, достаточно большое количество кнопок, как в этом форде филист. Руль хороший мультифункциональный. У них форма интересная очень. Хорошая такая. Там внутри все то же самое, как в гольфе. То есть полный набор там CD-чейнджер, всякие включатели, переключатели и большой бортачок. Вот. Маленький дисплейчик. Явно не подразумевает. Да, он с полноцветным покоем. Да, включай сейчас. Ну, наконец-то. Здесь можно полистать. Ну, вот это другой разговор. Ну, вот. Здесь, похоже, навигация лучше, чем в гольфе. Или не так, это гольфовская, значит все-таки половская отличается от полу от гольфа. Медиа. Что у них там? Медиа, кстати. Только в аудио вход, кстати. Видео нет, видишь ли? А, телефон, да? Включим Bluetooth. Климат. Ну, в принципе, в принципе все качественно. Если не смотреть на общую форму, рубленную такую угловатую. Ну, нормальный. Нормальный такой. А, кстати, вот. Электрический. Ручник. Слышал? Слышал? Слышал. Слышал? Это он встал на ручник. Таким образом. Ага. А теперь пойди его сними, называется. Это у нас старт-стоп отключения. Вот. Сети. А, ну паркинг. А, ну тут еще автоматическая система, смотрю. Парковки. Вот тот самый помощник автоудержания. Не знаю, что он тут удерживает. Нет. А, ну видишь, здесь круиз. Тоже круиз-контроль. Ну, хорошая комплектация. Смотри, здесь еще держатель удобно сделать под стаканом. Здесь зажимает стакан, знаешь. Хотя, конечно, здоровые. Что тут еще платят? Они собрались булочку. Ну, все то же самое, как у этого, да? Как у Альфа. Здесь обычная ткань, но вот обычной ткани не очень нравится. Так, я сейчас за собой седу. Ого. Ну, и здесь место налога. Что-то мне это напоминает. Миленько. Миленько. Здесь место, конечно, убирало. Ого. Хе-хе-хе. Ну, почти три кубка. Просто немедленно. Ну, правда, вот это вот. Тебя гриблируется. Не регулируется. Что? Сидишь, откинуть очень сильно. Может быть, это двигается? Да, это двигается. Угу. Все? Ага. У нас у нее должна быть и регулировка спинки наклона, потому что она явно не поддевается. О. Угу. А все? Ну и как. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. А-а-а. Вот. Бред какой-то. Если хочу, вот, отвинуться. Ну, вот это максимально, да. Здесь, конечно. Чи-чи-чи-чи. Пардон. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Ну, вот, нормально все расстроение. Там багажник достаточно большой получается. Ну, багажник, граничник коры. У него похожи коры. Ну, опять, видишь, вот так. Зачем так? Оно же не будет в таком положении. Вот, вот. Их можно ухаживать. И тут. Возмет, конечно. Вот так же. Я не могу. У меня все время пальцы засунули. Слушай, ну, багажник большой. Ну, опять, видишь, высота багажника не универсалская. Даже бортик слишком высокий. Ну, вот. Я не знаю, они что-то сюда собираются. Да нет, здесь, наверное, ничего. Здесь вот сюда поставить тут. Здесь вообще... То есть здесь типичный гольф. Докатка, да? Эппендикс. Вот. Кстати, покрытие даже здесь. Вот вообще зачем покрыть тканью будем под запасное колесо подглазное. Вот. 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 Я тебя смотрю, видишь? Это корыто, похоже, снимается и ставится сюда. Каким-то образом. Вот. Или вот это сюда собираются. А-а-а. Хрен его знает, что это такое. Очень странно. Я думаю, это когда сиденье отодвигаешь, складываешь, что-то, убираешь перегородку и... Нет, сейчас откину спинку. Ну-ка, здесь, конечно, вот эта линия. Выполнена просто в стиле мерседес, да? А-а-а. Отсюда уходящий. Сейчас. Дай-ка. Эту кладем, да? А-а-а. А-а. А-а-а. Я думаю, может, его сдвинуть надо сначала? Да. А-а-а. 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 А-а. Ну, пока вот, да, там, он и схватывает с осложнением. Это максимально. И получается, что, в общем-то, здесь тут и есть боль. Значит, оно сделано только вот для ступеньки. Так еще оно под наклонную ступеньку. И здесь, правда, место есть. Впереди. Впереди здесь есть место. А-а-а. Если ты сюда заглядишь, то вот, в принципе, видно. Вот в сложном виде, да? Да. Ну, конечно, перевозить так не очень удобно. Не, ну, такое место, конечно, много. Но оно не организованное. Я не сказал, что оно как-то вообще. А у меня, по-настоящему технологию, как-то укрепляет. Можно? Я закрою. Я не буду, чтобы тихо улыбку спонапихали. Возможности есть. Кармал. Ну, тут. Как-нибудь. В принципе, ничего особенного. Просто большой автомобиль. Конечно, он явно больше, чем этот, да? Чем больше обычный. У него можно сходить-выходить. Как, наверное, какой-нибудь Шарам. Ну, а вон Карптина. Конечно, Шарам там все равно. Здесь тоже самое сделано. Что можно сказать машине? Первое впечатление машина производит довольно-таки странно. Дизайн не назовешь красивым. Формы рубленые такие в новом стиле Вольцвагена, которые сейчас он будет надевать все эти маски, да? На всю свою гамму. Решетка угловатая. Фары квадратные внутри. Призмы сплошные. То есть, все такое... Такое трапециевидное. Есть красивые места у Вольцвагена, но, в принципе, вы, наверное, уже замечали, что часто очень Вольцваген ворует какие-то штрихи от того же BMW или от Мерседеса. И вот, например, линия, которая идет вдоль борта, очень напоминает какие-то модели, ну, типа, Мерседеса B-класса, да? Вот эта вот линия ребро вдоль ручек. В чем-то это перекликается с тем же BMW. Но эта линия не соответствует той морде, которая натянута на машину. Наверное, это легкое уродство. Это определенный стиль Вольцвагена сейчас. А почему? Ну, ты тут вообще теряешься. Мне кажется, это такси. Знаешь, такой метрокап. Метрокап, да, называется? Еще не дотянешься. Ну, подвинься. Села поудобнее. Спинку подтянула. А, мне достаточно удобно, кстати. Весь диван с собой вместе сдвинула. Вообще, ощущение такого, знаешь, такси. Ого. Плечами мудрилась поднять. Головой опустить. А, и так же опустить. Странно. У него кнопки здесь, кстати, обычные. Я просто не до фиксации. Короче, это знаешь что? А вот когда зафиксировано, неудобно. Вот чуть ближе. А, ну хотя я же. Он напоминает Opel Zafira. Ну, вот так. Ну, место тут, конечно, дофига. Тут стаканчики подлокотники. Да, ты выдернула там подлокотничек? Это очень неплохо. Очень неплохо? Ну, в принципе, да. Производитель уверяет, что это продолжение, логическое продолжение автомобиля Volkswagen Golf и его модификации Volkswagen Golf Plus. Но я бы, честно говоря, сказал, что эта машина не похожа на Golf. Более того, это даже не спортсвэн, да. Это не вэн. Это не мини, не микро вэн. Его принцип построения такой же, как у обычного хэтчбэка. Что мы ожидаем от минивэна? Высокую посадку. Высокой посадки в машине нет. Хороший обзор? Хорошего обзора нет. Обзор у машины точно такой же, как у обычного хэтчбэка. Даже, более того, вы не видите капота. Но, в принципе, в машине достаточно комфортно. В машине хороший обзор на дорогу. Легко угадываются габариты. Я бы так сказал, что эта машина по-настоящему хэтчбэк. Да, серьезно, это обычный хэтчбэк. Это обычный хэтчбэк, но в формате, так скажем, штата Калифорния. Американцы, ни для кого нет секрет, что американцы любят достаточно крупные автомобили. И до сих пор американцы покупали, ну, например, если есть возможность купить седан, то американец купит большой седан. Если вам хочется купить какой-нибудь компактный автомобиль, то это будет что-то в размере Lexus RX 300, да? То есть это достаточно крупные машины. То есть для нас это практически крупный универсал кроссовер, который выше среднего размера. Для Европы вообще это гигантские машины. А для американцев все вот эти вот маленькие машинки, которые мы, в принципе, привыкли видеть как нормальный формат, они являются... Они являются маленькими. То есть это просто микробы. Ну, это то, что вот основное, да? То, что реально, это машина хэтчбэк. Такой заточенный под Америку хэтчбэк. Компактный хэтчбэк для Америки. Вы увидите, машина выполнена как будто немножко увеличенная в масштабе. Она чуть шире, чем Гольф. Она чуть выше, чем Гольф. Она чуть длиннее, чем Гольф. Сзади много места. Но не очень хорошо организован. А вот, кстати, ткань... Материал подложитель надмерцем. Какой-то очень... Ну, ткань, да, очень такой, как наждак. Ну, места тут, конечно, очень много. Прямо скажем, просто гигантский объем. У меня есть. Мне не нравятся эти решетки. Мне не нравятся... В принципе, посадка водителя неплохая. Перед тобой сплошные приборы, кнопочки. Все блестящее. Все блестящее. Видео, какие блестящее. Где? А, это же есть и на полу... То есть здесь или? Да. Ну, я бы не сказал, что это сильно как бы организовано, да? Светодиодное, вон, наверху. Ага. Наконец-то. Короче, тут можно писать эти ребенка. Если они будут прикаться, наверное... И вот тут впереди сидящих, вот зачем теперь устанавливать. Что говоришь? Они очень удобные сиденья. А? Что сиденья? Не очень удобные. Ну, они гигантские, так скажем. Очень хорошо, что нужно кинуться, кстати. Можно ли лечь вообще? Вот не знаю, хочу проверить. Нет. Это все, к сожалению. Как было изначально, так. Ну, фигня, короче. Просто сдвигаешься. Единственное, что можно, это сделать вертикально. Зачем, непонятно, да? К сожалению. А в этом придется крутилку крутить, чтобы спинку откинуть. Там, кстати, USB нет? Есть. Там USB? Да. USB. Безарядка. Здесь вот резина легкая. Ну, это коврики хорошо сделаны, да? Да. Какая тяжелая. Инструкция. Ну, вал, который тебе долго читать придется. Хорошо, что здесь есть коробочка. Разные коробочки. Это подсветка, я так понимаю, да? Ну, как-то она в итоге далеко и высоко. Ну, да. Действительно. Организации здесь нет. Как таковой приборной панели. Странно. Из-за этой стойки. Понимаете? Ну, вообще да. Там целая ниша получается. Большой объем. Знаете, как говорил Задорнов, если человек всю жизнь строил сарай, и его попросить построить дворец, что он построит? Большой сарай. Volkswagen всю жизнь строил хэтчбеки. Его попросили сделать большой. Он сделал большой хэтчбек. К сожалению, к сожалению, Volkswagen не хватило не знаю даже чего. Наверное, даже не опыта. Опыт у них есть. Не хватило понимания того, что должно быть в автомобиле. Поэтому пространство внутри него организовано не больше, чем в обычном хэтчбеке гольф-класса. Просто все как бы немножко расширилось. Все немножко утолстилось. Машина стала как бы толще. То есть, такой толстенький крепыш получился. Внешне машина, как вы видите, она явно вписывается больше в американский пейзаж. Как, в принципе, далеко не красавец был Lexus RX 300, также большинство американских машин имеют несколько иные пропорции. Поэтому этот хэтчбек явно заточен под Америку. Конечно, его бы выручил более объемный багажник. Но, опять же, американцы часто ездят на больших машинах просто сами по себе. Не возят грузы. Для Европы нужен большой багажник. Я думаю, что еще появится версия плюс-плюс. Я не знаю, что там сделать. Спортсвен плюс. Которая будет больше попа, да? Которая будет крупнее. Конечно, было бы интересно, если было бы большой багажник. И, в принципе, он реально плохо организован. Узоко. Ну, это я под себя сделал. И так полчаса. Это, наверное, первая машина, которая настолько долго и узоко поднимается. Прикол. Насколько я поднимаюсь? На дверь хватит? Ну, знаешь, по-моему, на десять. Сразу сталкиваться. Ну, какого-то я, кстати, по-прежнему не уезжаю. Так. Отпускается, тоже не очень жестко. Так. Внизу. Ну, блин. Это что? Ну, блин. Это что, покорка? Ну, покорка, я снится. Добрый день. У меня есть, у меня его нет. Чуть-чуть ощущается. Появляется весь. Короче, фигня. Можно заменить параллоном. Или бутылкой. Ну и так, в принципе, все. Всего дотягиваешься, все. Ну, теперь как? Вот у меня впечатление такое, что он толстый. Он шире, чем гольф. Но размеров в нем внутри не добавлен. Под широкое. Нет, спинка нормальная. Под обычную машину. Под обычное водитель. И спинка, и попа. Ты имеешь в виду плечи? Есть обычный водитель. В принципе, как я говорю. Мы же недавно сидели. Это не было, например, удобнее. Она как-то ощущалась весь. Наверное, форт. Да? И здесь не так широко было. Наверное, это был ход. Чуть была уже, чуть ближе к праве. Вроде чуть, но это чуть у меня. А здесь просто, если я хочу до подлокотника дотянуться, то надо до локтя конкретно вот такую сторону. Ну, не особо, конечно, важно. Вообще не важно, если честно. Это была мелочь, которая приехала там. Но это, видишь, не формат автомобиля. Не формат. Фальцвагер. Да, машина, конечно, огромная. Огромная, но не липая. Хранитель. Поехали. Ну и что. Поехали. Поехали. Эта страна. Что-то, что-то потому. Мы что, пошли, наверное? Пошли Короче, не надо обольщаться Это не минивэн Но это интересный хэтчбэк Да, он действительно реально интересен Что в нем интересного? В первую очередь, конечно, его ходовые свойства Ну так Ты видела? Как так? Чтобы ее завести, смотри Так, да? Горизонтально А теперь пойди поверни Руку вывернуть надо Такого не было бы повар Я не пойму и не припомню О, жарко Кондиционер Давай Эмотизация Хорошо Могу сразу Я забыл совсем портить Ну, тяга здесь А какой интересный мутильник? 1,4 1,4 92 кВт Ух, это уже больше сотни Ну, то есть, то есть 125 кВт Ага Ну, здесь чувствуется Ничего себе мгновенное С потребой Так, а какие у нас приключаются? Ой, куда? Sorry А компьютер Ага 8 литров на 100 кВт Ну Едет он интересно Ты тоже сейчас попробуешь Как быстро он поедет И добавишь свою литру Повнесешь А знаешь, у него те же ощущения Что расходится Как будто немножко плавно двигается Подо мной машина Ну, здесь тяги, конечно Прохладом Ну, Женя, он шныряет по дороге Почему-то У меня пока не видели Он шестиступенчатый Это, наверное, за счет того, что он выше У меня ощущение, что он по-дому вот так вот двигается Ну, едет мягко, да? Очень? Очень По-моему, он тебя норовит влево уехать Влево? Да Да нет, вроде как нормально ехать Нет, просто пару раз мы уже оказывались на середине дороги Как-то так легко и непринужденно Все время у меня почему-то шныряет Я вот этого не понимаю Почему? Ну, тяга, как обычно Вот, как у пола Тяги здесь за глаза Сейчас попробую Смотрите, передачи Волости С 1000 Ага Не, не хватает ему Пола резвее, кстати На удивление, почему-то мотор Ну, 1200 уже нормально Ну, в принципе, машина комфортная Конечно, машина классом выше, чем пола Внутри не помню Ну, ощущение очень своеобразно, странновато С одной стороны, здесь действительно огромное пространство Я отсижу То, что перед собой вижу Просто офигеть А с другой, оно какое-то все-таки бессмысленно Знаешь, наверное, не может ли Габариты графа? Ну, едет хуже, более чем Ну, то С одной стороны, очень мягко А с другой Как-то Кондистикл шныряет почему-то Мы сначала сели на машину В индивидуальных настройках Какой-то Специалист В кавычках Настроил машину под себя И мы сначала долго не понимали, что происходит с машиной Я, который уже несколько раз сталкивался с тем, что Вольфсваген делает странные машины Если помните, Вольфсваген Пола Рыскал мордой Так и так По дороге И это ощущается, кстати На видео это видно Я думал, что это такая особенность этого Высокого автомобиля Высокого хэтчбека От Вольфсвагена И, так скажем, я ничего другого не ожидал Но оказалось, что это индивидуальные настройки Какого-то, позволяюсь сказать, дебила Мы переключили на нормальные настройки Обычные То есть стандарт И машина поехала Машина поехала комфортно Ровно Ничего выдающегося Но достаточно добротно Так, на пятерочку То есть вполне уверенно Вполне без каких-либо замечаний Хороший семейный автомобиль Продолжение следует... Продолжение следует... Нормально Нормально О, так слушай, может... Сейчас, сейчас, да Может быть, что-то изменится И это спорт Как-то это другие Сейчас я тогда проверю Сейчас тогда нормально Ну вот сейчас исчезла вот эта раскачка Да Какой-то очень странный товарищ Что-то везет Похоже Что-то он настроил Нету раскачки Нормально, смотри Так... 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 Сейчас... Ну вот... Более-менее адекватная машина Не... Ну, гораздо лучше Потому что это был какой-то кошмар Так... Я могу тогда попробовать Спорт... Да... Спорт... Ну-ка... Ну, я вот, честно говоря, особо не вижу разницы Вот, потяжелее, да Да... И... Хорошо, машина разгадеется Ну, вот, кстати, удивительно Здесь сейчас я не чувствую Помню, что на Кольфе я чувствовал Какой-то мне не нравился спортивный режим Да, я вообще-то жестко становился Здесь этого нет В плане езды машина достаточно доходная стала Хорошо, что мы переключили с индивидуального Кстати, на спорте я не вижу особой другой разницы Даже если что-то Голкоматор, по-моему, резвистов Мужа, хуже-то Там, как раз, яма Ха-ха-ха-ха-ха-ха Я на спортивном режиме сейчас яму попробую пройти Ну, вот эта машина очень нравится Потом развернись... Вернемся и проедешь еще раз на нормальную Она задорная Там, сзади нас Фаби обканяет По крайней мере пытается Зачем не понятно Ну, вот они, ямки Так. Вот так. Нормально абсолютно. Легко, да. Ну, машина интереснее едет, чем выглядит сейчас. Хорошо очень. Говорит, что у нас лошадей. Ну, вот это мне нравится. И сразу хотелось, чтобы так ехал Тегуан. Потому что Тегуан мне больше нравится внешне. Смотри, как его тега. Подушевка, как он. Нормально, да. Сколько он при этом? 8 есть? 8 стандартов стоит. Я думаю, что может быть еще старое, чтобы накопилось. 120 лишний на силу. 8 литров. Нормально, обычно. Ну, машина даже в этом нормальном режиме. Нормальная декорация. Ну, вот это уже интереснее. Подвеска. Чувствуется промахает, да? Ну... И придирайся? Пожалуй, да. Это уже из развода примерно. Ну, вот эта машина едет хорошо. Легкая есть, подрамахивая. Но такое... Ничего, это через мир. Я бы так сказал бы даже, что он... Он настолько семейный, что я бы рекомендовал бы женщинам, деловым женщинам, купить такую машину. Кто занимается одновременно и бизнесом, и у кого достаточно большая семья. Не у молодежи, да? Это не молодежный автомобиль. Он солидный автомобиль, а для взрослых людей такой. Но вот в нем все есть, все комфортно. Все достаточно... Ну, лаконично. Он такой строгий внутри. Вы можете поехать, в принципе, на переговоры на нем без проблем. Вы можете поехать за город на нем. То же самое. То есть он вполне удобен. Но когда вы переключаете настройки в режим спорт, у машины в нормальном режиме есть реакция руля, когда какая-то неровность на дороге, машина наклоняется, и руль отзывается тем, что он чуть-чуть доворачивается, и машина начинает отъезжать в сторону этого наклона. В спорт режиме руль легче удерживать. Вернее, даже он не реагирует сам на эти изменения. Он становится комфортнее. Парадокс. В спортивном режиме машина едет стабильнее по дороге, руль становится более управляемым, и еще у машины меняется режим работы, при том, что он ровка механика, режим работы двигателя. Мотор становится более... Как будто он становится более мощным. Он четче реагирует на педаль газа. То есть понятно, что педаль газа сейчас во всех машинах электронная. Компьютер получает информацию с датчика педали газа и передает ее на двигатель. Двигатель тросельную заслонку открывает, подкачку воздуха от турбины, все это регулируется. И в спортивном режиме он вот эту реакцию на вашу педаль газа делает практически идеальной, практически идентичной как бы тросовому газу. Но при этом машина экономит топливо. Расход машины в обычном варианте, если не гонять, там есть еще эко-режим, в районе 6 литров на сотню. При том, что у мотора 1.4 120 лошадиных сил, у Toyota 1.6 120 лошадиных сил. Мотор достаточно для этой машины. У нас было трое взрослых людей, немаленьких, так скажем. И машина шла очень пеномично. Почему же у меня от Гольфа осталось такое впечатление? От жесткой машины. Нет, здесь мне очень понравился, знаешь, что еще? Обзор. Вот этот треугольник впервые функциональный. Я вижу, да, выходит туда, я вижу какой-то артиллерийной линии. Есть немножко, она вот так вот все-таки двигается почему-то. Да, и вообще легко поворачивается от того, как машина едет, как у вас с этим наклоном. В смысле, с каким наклоном? Ну, чуть-чуть она, допустим, наклоном на дороге до ямочек, какая-то и вправо, допустим, машина. Руль поворачивается. Ну, он, наверное, такой же, да, от скорости зависит будет? Может быть, ну, в спортивном режиме он, он, ой, пардон, нормально. То есть, в спортивном режиме супер. Все, вообще. Чего у тебя там загорается внизу? Внизу сразу отрежь, потому что режем спортивный. Мы сейчас сожрем много топлива. Свои. Мотор совершенно другой. Наши машины. Ну, вот и руль перестает реагировать на все эти вот тормоза. Тормоза докладные. То есть, парище. Парище. Ты хочешь долететь до лобового стекла? Ну, вот эта машина мне уже нравится. Больше, чем у пола. Однозначно. Хотя дизайн вот этого, при рейдере, не падали себе обратно. Класс. В спортивном режиме вообще не пролег. Вот могут когда захотят. Нормально. Рич? Похоже, он это позволил. Так, будет? Нет? 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 Нормально. Аааа. Ну, это мне понравилось. Ну, тяги, конечно, здесь очень много. Вообще, просто дозируется. Супер. Ну, вот эта машина мне понравилась. Подражение. Не буду я больше. Нет? Нет? Слушай, ну, она едет очень хорошо. Здесь просто очень много пространства, которые никак не используют. Не поверьте, но это машина для эгоиста. Почему? В отличие от многих американских машин, американских, японских, эта машина комфортна. В ней пространство для удобства. Для удобства детей, семьи. Вы можете туда вместить семью. Короче, в ней есть плюсы. Но есть и минусы. Многие вещи, которые вы в ней увидите, это то, что стандарт для американских автомобилей. Поэтому я думаю, что Volkswagen реально заточил эту машину под американский рынок. Volkswagen давно смотрит на американский рынок. Как, в принципе, и многие европейские производители. Почему? Потому что американский рынок более объемный. И этот хэтчбэк явно американский. Но в нем есть преимущество, в отличие от американских и японских машин. Его подвеска не только комфортна. Она еще и достаточно спортивна. Она такая поджарая, напружиненная. У Volkswagen я еще не видел такой хорошей подвески. Эта машина лучше, чем обычный Golf. Эта машина достаточно собранная. У нее хороший мотор. Хорошая коробка. Подходящая к этому мотору. При его 120 лошадиных силах у него хорошая динамика. Он реально в настройках спорт становится адекватен. Кто-то мне сказал, что Volkswagen похвалил спортивную руль, спортивные настройки руля. Компания Hyundai. Hyundai E30. Я не знаю. Я не знаю, как это могу быть вообще, в принципе. Либо этот человек уже не работает на Volkswagen. И он просто взял за большие деньги и снял это видео. Но остается фактом, что руль Volkswagen спортсвэна на порядок лучше, чем... Про Hyundai вообще молчу. Даже лучше, чем другие Volkswagen. Минусы. Неорганизованность задней части салона. Если спереди, можно простить. В принципе, водителю надо только ехать. У него все под рукой, все достаточно удобно. Немножко перенасыщена приборная панель. Volkswagen любит понты. Кольца, окошечки, квадратики, решетки. Решетки эти Volkswagen мне не нравятся. Это какая-то краша с этими решетками. Руль хороший. Но все-таки вот эта вся часть дизайнерскими элементами, накладками и прочее, во-первых, они облестят, а во-вторых, она очень сильно загромождена. То есть тяжеловато. Мне лично тяжеловато воспринимать машину так. Я думаю, вы привыкнете, конечно, не настолько это криминально. Но все-таки, опять же, рубленная форма передней панели. Они, наверное, думали, что это понравится мужчинам. Я мужчина, мне не нравится. Смахивает немножко на джип. Но тоже джип. То есть машин не хватает приборной панели, конечно, чего-то более спокойных, каких-то форм, наверное. Более чистых форм линий, да. И поменьше загромождение вот этих вот накладок разноцветных. Вот. Это спереди. Ну и основная проблема, конечно, это сзади. У машины есть возможности. Вы можете перемещать вперед-назад сиденье. Хорошая функция. Удобно. Можно так сдвинуть, что ты будешь сидеть там вот так и кинуть ногу на ногу. Шикарный совершенно объем. Багажник есть. Но вместе они не стыкуются. Это раз. Спинка сиденья не выкидывается назад. Можно было бы на ней лечь. В принципе, где-нибудь на стоянке, да, отдохнуть. Но этого тоже не сделано. Хотя все предпосылки для этого есть. Объем огромный. Спальню можно сделать. Нет этой функции. Спинку нельзя откинуть назад. Может быть, они просто боятся, что люди будут ездить горизонтально. И это будет небезопасно. Ребят, это небезопасно. Когда машина думает за вас. Я не буду говорить о куче всяких систем, которые фальцеварь напихивает машина. Их просто фигово куча. Он делает за вас все. И это раздражает. Он думает за вас уже. Он пытается задержать машину, чтобы вы его что-нибудь не въехали. Он опускает фары, если встречные машины идут. Он... Ребят, это небезопасно. Минусы фальцвагена просто постоянные, да. Фальцваген думает за вас. Он все за вас делает. Ага, ну, тогда сделайте мне, во-первых, пироженок в авто... Че вы? А, это вы и пальцы за меня загибать будете? Ага. Хорошо. Вся ответственность за управление всегда лежит на водителя. И если с водителя снять какие-то его функции, обязанности, он расслабится. Это раз, да. Помощник, конечно, хорошо, но они не должны вмешиваться в управление автомобилем, в управление советом. Это плохо. Я против того, чтобы машина сама затормаживала. Я против того, чтобы машина сама проковалась, да. Помощники, только помощники. Я против того, чтобы машина опускала фары, да. Только помощники, только подсказчики, только сообщающие об этом. И тунию Азореву. Не так, как звонки эти настойчивые, что ты не пристегнулся, да. Это раздражает. Я специально езжу на машине 96-97 года выпуска. Она не достает меня всем этим. Я уже много лет езжу на этой машине. И не хочу ее менять. Мне не нужны все эти новые системы, потому что они слишком назойливые. Какие минусы в этом спортсмене? Ну, конечно, это не минивэн, да. Большой объем, в принципе, имеющийся внутри багажника, не организован. Мне не понравилось оформление передней панели. В принципе, все достаточно удобно, если закрыть глаза. Но дизайн этой приборной панели слишком насыщен. Слишком все эти квадратики, призмочки, все это лезет, кнопочки, блестящие накладочки. Тут, там, тут металлические накладочки. Достаточно. Может быть, конечно, это модно. Может быть, конечно, это как-то помогает продавать машину. Но если изо дня в день видеть одно и то же, это как бы немножко, причем такое достаточно резкое бросающееся глаза, это немножко будет напрягать. Хотелось бы, конечно, более изящный стиль в салоне. Ну, как у Peugeot, например, да. То есть, ну, ты изящный. Вот не придерешься, хочется видеть каждый день. А это, конечно, каждый день видеть не хочется. Багажники. Задние сиденья сдвигаются, но они не опрокидываются. То есть, нельзя, нет возможности лечь. Минус. Опять же, здесь Volkswagen думает за вас. Чтобы вы, как бы, не приняли какое-то положение, вы должны сидеть в каком-то боевом положении. То есть, это какой-то военный автомобиль, да, наверное, при таком раскладе, что вы не можете ничего себе позволить. Хотя, в принципе, это было бы возможно, это было бы удобно. Багажник. Вот эта корыта, ограниченная брусом за сиденьями, если ты, в принципе, его как бы разбираешь, у тебя не получается ровной площадки. То есть, ты хочешь обкинуть спинку, спинка пойдет по наклону к багажнику. Багажник тоже корыто. Зачем-то Volkswagen, в его понимании, делает машину более дорогой. А именно, обил обивкой место под запасное колесо. Тканевая обивка. Где логинка? Я, конечно, понимаю, можно колесо запасное помыть и положить потом туда. Ну, наверное, потому что в Европе все-таки уже не пользуются колесами. Там будет лежать компрессор, еще что-то. Ну, почему тогда форма круглая, объясните мне. Селать сюда квадратно. То есть, какие-то вещи можно будет туда положить, кроме компрессора. Инструмент. Нелогичное. Равно как нелогичное использование в качестве розетки, сейчас во всех автомобилях стали убирать прикуриватели, использование в качестве розетки, в том числе и в багажнике, и сзади, на задних сиденьях, того же самого разъема прикуривателя. Первое. Он небезопасен. Не только ребенок, но и взрослым может засунуть свой палец туда. Просто по незнанию. Просто для того, чтобы выковырить пыль. По незнанию того, что там всегда напряжение. Что это все-таки розеткой не прикуриваете. Второе. То, что он реально неудобен, как розетка. То есть, разъем сам слабый, сам по себе слабый. Розетки выскакивают и неудобные. То есть, делайте нормальную розетку. Отдельный прикуриватель и отдельные розетки по всему салону. Какие-то более удобные форматы. Делайте новый автомобильный дизайн для обычной розетки по 220 вольт. И используйте ее на 12 вольт. Я думаю, что это не страшно. Это реально. И она более безопасна. Не убить, не убьет. Но маленькому ребенку ожог на палец тоже не нужен. Так. Машина. Понятно, что машина просто немножко недоработана. По части салона. Внешне она американская такая. Но она хорошо едет. Она реально хорошо едет. Пожалуй, за это можно ей простить. Среди дорогих машин, дорогих фольксвагенов, они же достаточно дорогие. Эта машина стоит того. Машина Golf Plus. Бывшая, да? Но сделана на 5 с плюсом. Супер. Молодцы, фольксваген. В этот раз они потрудились на славу. Осталось поработать немножко над самим салоном. Все. Всем пока. Спасибо за внимание. Здесь, кстати, бутылки. Скажи, как камера. Очень неплохо. Не буду давать. Не буду давать. Не буду давать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok